доброе утро листья наметаются грязь тащится так я чё-то сегодня встала рано пять часов и вот все хожу хожу солнышко хоть стало появляться а то так пасмурно опять ветер пасмурно вон они мы маленькие желтенький цветочек что мои дорогие начинаем новый день не знаешь за что хвататься эти мешки потихоньку выносятся но только там вот куча еще прибавились движ не пилили две кучи вчера убрали надо сегодня еще заняться с мальчишками он как кусточек то зацвел весело дружно надо пойти хоть чего-то чайку кофейку до таблеточки выпить до приниматься за дела ну в общем короче говоря с добрым утром мои пацаны спят все сейчас попросыпаются проснулся мой принц чего у тебя не получается зубная щетка потерялась вот интересно как это она потерялась то это наверно папа положил а видишь давай честь зубки зубы зубы вот видите у нас новое увлечение это чего тут написано аварийные буковки а вот это что двадцатый чего фокс фокс да 20 век фокс да это кинокомпания это американская да господи вот вы представляете понятно не пойми чего тут сложено но двадцатый век фокс у киппу буковки аварийные как из мульчика да как из мульчика да чего-то складывает тут так сейчас подожди мы кашу погреем сварили вчера вечером захотели вроде это самое захотел кашу сварила не стал передумал сейчас погреем и вот начинается каждое утро хочу мультики а бабушка старая глупая не умеет мультики включать досад вот она беда то какая это бабушка не умеет включать мультики прожила шестьдесят пять лет да и мультики не научилась включать эти какая бабка хитрая красная буковка сша я не знаю что это за красного кота это наверное складывать нужно вот смотри а где плюс то должен плюс же еще тут нет это не плюс нужен плюс где-то плюс есть или вот минус смотри ой вот 20 минус где еще то 2 вот теперь давай вот где эти полосочки куда ты а вот они 20 минус 2 будет 18 нам надо найти а вот 88 есть надо единичку найти вот смотри вот это путь вот это знак такой получается сколько видишь видишь да вот так вот вот так вот саша так господи так как она слушая не включалась ни разу как она включается а вот как уже чумазая ящи ни разу не включал аварийные буковки бабушка перегрела кашу это бабушкин завтрак ну ладно ладно упала так упала остановилась наши эпопея с воротами ну чё увидели боли видно коронавирус так что лучше пока сейчас не общаться не встречаться прям не вовремя все это ну лишь бы господи выздоровела ладно с воротами то с этими чего-то крутишь то и надо обогреватель вытащил из комнаты так и стоит никак уже и тряпки на нем сохнут надо отнести в сарай его тащить вот видите это у нас ночью тут коты и ходят ходят проверяют вот этот мусор не вынесешь на ночь то утром встаешь тут все перевернуто искали товарищи чего бы им поесть ну красота не знаю что то в этом году вот один только палку дал а ну я их обрезала много остальные наверно может поэтому вот прошло три часа как я снимала смотрите а их уже больше стало смотрите какие они красивые кактусы и они пахнут такой запах у них какой-то такой не знаю даже чем сравнить свеженькие прям желтенькие желтенькие а вот те которые вчера были цвели уже видите вот темные стали серединочки у них знаете прям ну такие ой господи какая красота я видела конечно как кактусы цветут на канарах в испании видела да ну еще где-то видел вот но нож вот чтоб у нас тут красивые так ну что родители наши уехали сашка там свистульку свистит смотрит азбуку по телевизору вот эти вот все кучи надо счет ребят попрошу чтобы они убрали вот сунулась а раз сегодня не работает так что не поеду если он за свет платить поеду завтра ой сейчас у меня дел просто самое главное сашу угомонить чтобы он уснул и буду ковыряться и из цемента надо делать украшение надо доделать и уже еще хочется делать и надо оксаночки доделать на разрыв короче но погода прям разгулялась с утра так было пасмурно сыра как-то прям ничего к обеду разгулялась и белье наконец-то высохнет а то там стирается стирается ничего не сохнет у меня тут видите какая в работе еще кашпо я у миши было в севастополе говорит приедем к вам ну с семьей я умеешь приезжай говорю у меня уже эти кашпо ставить некуда я их все делаю и делаю заберете хоть с собой и какие-нибудь уже и сажать в них ничего не охота сколько можно сажать вот надо сейчас промазать ее снаружи внутри но это еще работе будет дней пять пока но все же высохнет пока опять намажешь опять сутки сохнет в общем долго долго все это дело и вот еще безобразие стоит задумка то интересная но как ее сделать вставляла пенопласт туда в цемент но ведь он как-то не смотрится надо дальше что-то долбить что-то с ним делать ладно буду думать думать и делать мальчики у нас завтракают 12 часов дня ну ты молодец ты пораньше стал любимая вещь испорчено выкинуть а что это вот когда машинка то у меня ну когда подвал затопило и тут мои приехали и вот это все закуролесилась я про нее забыла а там сейчас еще и кости ступеньки разобрал мне туда и не залезть я вам мальчишек попросила вспомнила хорошо она все видеть в воде пролежала в сумке так жалко так она мне нравилась я ее одевала один единственный раз на новый год в прошлом году не в этом а в прошлом и все ну вот сейчас высушу молнию выпарю молния длинная прям ну не могу забыла закрутилась овечь хорошая дорогая хорошая фирменная вещь ой девчонки тут разбирала книжки выбрасывала ненужные и нашла две фотографии господи это же было уже наверное лет десять назад смотрите по улице идут в непале а вот это смотрите какая лапочка посмотрите какая лапочка сисечками мамашечка такая смешная ой ну какие же они противные на самом деле так смотришь да забавная такая они такие прилипчивые они такие вредные они кусаются они у тебя выдирают из рук все ой 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 как там люди живут не знаю в дом залезают все воруют ой 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 из щаде ада их зовут там а так вот сидит такая приличная мамаша надо же я их что-то в книжку засунула и забыла про не вот это жужжание вокруг постоянно траву косят да я же тут косят три или четыре раза наверное за лето и вот то с одной стороны жужжит то с другой то у тебя жужжит надо видеть позвонить узнать как у него там дела оли предлагал ему помощь говорю ты если чего да не все нормально брат же умер у него младший то он такой разве он это он сам другим помогает а как ему предлагают помощь так не надо ждем толика кого ждем то саш толика он сейчас парень дорогу переходил они даже внимания не обращают несутся как сумасшедшие вот вам и пешеходный переход если нет ограничения скорости да и наплевать собака все пытается хромая дорогу перейти иди глупая пока машин нету господи чего вот он не прошло и полгода пойдем залезай назад привет не все мальчишки дома так поехали огородами так гаишники впереди у нас сашка без кресла вставай саш вставай 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 мы их объехали их по буеракам все они дома где-то уехали а что мы там всех забрали а бабу забрали а бабу а теперь бабе оставили всех оставили сначала сказали переночуют в Симферополе вчера вечер позвонят и говорят а еще на денечек я говорю доставайтесь конечно если хочется каждый день их там и два да итак столько дел переделали и сколько еще доделать надо осталось две недели ты в куртке то не жарко да я ее взял да я знаю из-за карманов ты ее одеваешь тут и шапка была у меня и ключи в куртке были и куртка я хотел ее кинуть в розетку и кинуть я ждал этого вопроса сразу я оделся, вышел так ну если честно мне не очень поезда ну как ясное дело то что снимать надо но не запарился ну уж не так сильно ну да нету жары-то я говорю вчера дочка мне звонит из Питера Сашка лежит голая на диване в Питере 35 я говорю а что ты голая-то она говорит я уже не могу жарко как даже на улицу не выходят с собакой гулять потому что жарко я говорю а у нас такой жары нету не ну ее и не надо нафиг такую жару-то да вот так было видно хватит и это вода прогреется там хочешь не хочешь да вчера ездили вон купались мои пацаны все и лилии и розы смотрите какие высокие прям высокие ромашки какие вот эти а у меня были в том году посажены но какие-то неинтересные мне не понравились где мои мужчины вон сколько роз вдоль дорог высадили где заправка так сейчас мне нужно нужен мне двухсторонний скотч меня заколебали мухи я никак не повешу забываю двухсторонний скотч купить и Косте сказать сейчас в городок заедем городок сказали в отдел красок пойдем в отдел красок девочки сбылась моя мечта купила я себе ведро таз как хотите называйте но это еще небольшой это я все у Марины как приеду к ней в Щелково у нее такие тазы вот я искала тут искала уже просила на рынке чтобы это говорю привезите привезем привезли вот с дырками это знаете такой очень удобная штука просто мало ли чего замочить мало ли чего там вот помыть прям замечательно купила краску золотую и скотч двухсторонний сейчас буду занавески вешать от мух еще что я сделала так мухи Саш бери мороженое Саш еще была я в одном месте и девчонки сперла цветок ну я его сперла но как сказать без ущерба без ущерба другому растению ну в смысле целиком он огромный был да я уверена в том что цветы надо воровать тогда они приживаются и растут замечательно а как хотите осуждайте не осуждайте мне как-то вот у меня вот такой теперь цветок шикарный я не знаю как он называется мне нравится что у него такие листья сверху зеленые снизу такие вот я на него уже смотрела много раз так что преступление было совершено продумано заранее так 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 Продолжение следует...